не знаю короче что пошло не так вот почему-то взял и вот этот болт выкрутился когда я вчера машину грел просто уже начало темнеть я думаю ну вам блин по темноте заниматься не охота сделает на следующий день ну вот сейчас сниму обратно ремень сниму обратно шкив и посмотрю почему он выкрутился на ровном месте я что-то не лазил в общем вот этот болтик я закрутил обратно остальные решил протянуть так вот что характерно они поддались мне на закручивание где-то градусов наверно на 30 наверно 20-30 градусов то есть но примерно половина четверти так что если чего он просто блин выкрутился сам и периодически надо я так понимаю прокручивать тут болтики дабы чтобы они не открутились вы блин засада то я хотел сказать когда вот этот болтик выкрутился он попал вот на кромку шкива видите как он его запилил вот ну не то что он острый но просто блин попал и я к сожалению не снимал но было так я завел короче она работает работы я пытался все понять будет она кипеть или нет она дошла до 90 потом включился термостат и все дело остыло причем это все на холостом а потом в какой-то момент я услышал скрижет скрижетание такой я уж подумал думаю блин опять заклинил по ходу какой-то ролик забегаю сюда и вижу что где-то вот в этом месте искры валят вот я быстро побежал глушить машину и когда заглушил увидел что вот этот болт выкрутился и начал тереться в него но уже было темно поэтому я все дело отложил на сегодня так что так вот видите как запилил по всему кругу сейчас поставим будем пытаться заводить его по новой да тут на вот тут на краю вообще ролика стоит здесь его много а там вот он на краю стоит за видно вам не видно да и тут последую видно как он крутится ну посмотрим сколько у нас на этот раз про держится ну короче без вентилятора вон температура дошла до 105 градусов то есть получается что без него вообще не вариант куда-либо ехать короче надо что-то мутить вот и кир тоже так же думает да чё-то надо мутить а чего надо мутить непонятно короче сейчас ездил забирал вентилятор с кожухом завтра буду пытаться его поставить вместо моего сломанного вот я просто это приезжал кстати сын мой с арсением с другом так вот что за напасть вот буквально вот недавно совсем вот температура да она горела тут блин теперь все это теперь и лампочка тут не горит вот я уж тот час так по ней стучал короче ничего вообще не происходит придется еще и лампочку менять не знаю где и возможно ну в общем пока едем так его отставляем в сторону пока и нам тут приехал нам приехала такая интересная штука есть даже не спечатал хренак и чек-то валяйте а вот такой вот интересный девайс так что такое даже не знаю там у нас три контакта и вот тут мы видим интересную вещь а так это понижающий чтобы он медленнее крутился как бы все ясно и понятно но самое интересное самое интересное видите вон почти такого же размера как наш диффузор а именно 64 вместо наших шестидесяти шести два сантиметра вот тут у нас 44 вместо наших короче сюда нужно переходная пластина ну что ж задача ясна начинаем делать с первой версии где у нас присутствовал проставка между радиатором и вентилятором я отказался что я сделал если вот видите ну край такой ровный но по факту мне пришлось этот край срезать этот край срезать на 2 миллиметра и тут также этот край срезать и этот край срезать потому что эти края были чуть больше чем положено вот середина она как бы была четко и вот видите теперь она вверх вроде прямой а низ такой выгнутый и здесь также зато теперь четко входит внутрь радиатора вот еще вот здесь вот я два усилителя сломал чтобы здесь поставить болтики сейчас буду думать как и какие болтики сюда поставить и уже начнем устанавливать на машину блин короче чухнулся эту кремочку то я отрезал потому что никак не подошла бы чухнулся что у меня нет проводов автомобильных есть только вот такие вот короче не знаю и заказать то не у кого сейчас буду что-то придумывать установил я радиатор встал он сюда честно говоря вообще как родной единство только с проводами он говорит что получается но нашел вот такие вот провода что-то вроде автомобильных но они к сожалению не медные не знаю что это материал такой думал думал на кнопку что ли сделать потом думаю ну блин сделаю на кнопку я же собирался вообще вывести чтобы он автоматом здесь включался через но этой штучки тоже нету и вот временно думаю куда же и воткнуть нашел эту трюху там уже него начал разбирать и вот подумал что наверное подключу я вот к этому моторчику рлюху и она будет автоматом включать у меня вентилятор это все так на скорую руку как говорится потом переделаю это мне главное чтоб доехать до москвы каким-то макаром ладно приступим будем все соединять так мы все протестируем а а и а и и и и и и и прекрасно единственный плюс который я здесь вижу что теперь не нужно снимать кожу не нужно что-то блин откручивать сейчас если тебе надо поменять ремень просто залез и поменял отлично че раньше так не сделал прекрасно потом перекинем просто сейчас у меня подключено вот к этому моторчику точнее даже не к моторчику а я его открыть моторчик отключил прыжка сюда приходит все так вот